Привет, спортсмены и болельщики! Надеюсь, ваша спортивная неделя была насыщенной. Если же вы пропустили то или иное состязание, не знаете, какой был счет в матче любимой команды вам сюда. Это программа «Дополнительное время» – еженедельный дайджест спортивных событий закрытого города. На старт, внимание, марш! Пока все дружно смотрели футбол с трибун стадиона Икар или волейбол, в зале этой же спортивной школы в бассейне «Дельфин» прошел традиционный день стайра. В соревнованиях приняло участие 63 спортсмена. Дистанции, как вы понимаете из названия соревнования, все достаточно длинные, во всяком случае с точки зрения пловца. 1500 метров, 400, 200, 800 и так далее. Возраст участников самый разный. И, кстати, нередко на этих соревнованиях устанавливаются новые рекорды города. На тренировках они это плавают, там в разминках, в заминках длинные дистанции. Но на соревнованиях очень редко вот у нас такое соревнование проходит именно от сегодня. Это дает уверенность, что я самый сильный, это чемпионат города, потому что в городе никто быстрее меняет длинную дистанцию, 1500 метров, грубо говоря, никто не плавает. Давайте к более сухим видам спорта. 13 октября в городце состоялись соревнования по баскетболу в рамках 16-й спартакиада ветеранов спорта Нижегородской области. В упорной и, собственно, напряженной борьбе саровская команда под руководством Олега Цибикова завоевала первое место, обыграв в финале своих принципиальных соперников по спартакиаде команду из Нижнего Новгорода. Круто! Давайте поговорим про вид спорта, которым можно заниматься в библиотеке. И я говорю не о переноске тяжестей. В Маяковке на прошлой неделе состоялся первый открытый городской турнир поблизоигре в русские шашки, посвященный неожиданно памяти адмирала Ушакова. В турнире взрослых шашистов с отличным результатом, 6 очков из 7 возможных, победу одержал кандидат мастера спорта Юрий Аношин. В соревнованиях школьников в старшей возрастной группе первое место у Михаила Ковалева, у него 6,5 очков из 7 возможных. В младшей группе победил Даниил Машков. В Сарове подошел к концу юбилейный 70-й турнир по футболу. Победителем стала команда СК Терем. По традиции в конце футбольного сезона проходит и кубок по футболу. В этом году в финале этого самого кубка сошлись два принципиальных соперника. Победитель прошлого года и обладатель кубка прошлого года команда Авангард, и, собственно, команда Терем, которая желала повторить успех оппонентов. И забегая вперед, скажу, что у них, в общем-то, все получилось. Но обо всем по порядку. К удовольствию болельщиков, ворота в этом принципиальном матче распечатали уже на 12-й минуте. Но лидировала команда Авангард недолго. Не прошло и 10 минут, как футболисты с Катерем сравняли счет. 1-1. С таким результатом команды и отправились на 15-минутный перерыв. Вратарь команды Авангард Евгений Пешеходов к пропущенному мячу отнесся поигровому спокойно. Так сложились обстоятельства, так расположились защитники. Не знаю, может быть, нападающий Терем в этой ситуации немножко удачнее был, потому что он и убежал, и в ворота попал очень здорово. Потому что чуть бы он мяч летел немного бы хотя бы поближе ко мне, я бы его точно бы достал. В этом году борьба за кубок стала особо напряженной. Как оказалось, символ побед в ВАЗе с высеченной на ней названиями команд победителей, которая начала свой путь в 1952 году, сегодня нашла постоянное пристанище в музее спорта. Вместо нее ближайшие 20 лет команды победителей будут обладать новым кубком. Идем по нарастающей. Проблем, на самом деле, в городском футболе много. Начиная от организации, заканчивая финансированием. Вот решили в этом году серьезно подойти к этому моменту, к моменту организации. Вот видите, на трибунах немало людей все равно, да, как бы чуть больше даже, может быть, чем ходят на первую команду. И это очень хорошо. Второй период финального матча прошел в острых атаках. Несколько напряженных моментов и опасных ударов заставляли трибуны вскакивать и разочарованно гудеть. Равный счет на 90-й минуте, и обе команды снова отправились на поле на два дополнительных игровых отрезка по 15 минут. А следом и на послематчевые пенальти. Уровень чемпионата и зрелищность чемпионата в этом году показывает то, что первые три команды, которые лидируют, отстают всего на одну очко. Вот нам достаточно было проиграть всего один матч в этом сезоне, и мы уже первыми стать не смогли. Не смогла команда «Авангард» взять и кубок. Во время пенальти спортивную удачу улыбнулась футболистом Терема. Финальный свисток студии, счет на табло 3-5 в пользу футболистов в зеленой форме и заслуженная победа, к которой команда «Эскатерем» шла целый сезон. И продолжая тему футбола. ФК «Саров» удачно провел очередной матч в рамках чемпионата области в высшей лиге. В гостях наша команда обыграла «Павловская торпеда» со счетом 3-0. Мячи забил Петр Котенков, Денис Курушин и Кирилл Алипов. ФК «Саров» Никак не выберутся из череды поражений хоккеистов ХК «Саров». 14 октября в Кургане наши ребята уступили местному клубу «Зауралье». Хозяева достаточно активно проявили себя на каждом участке площадки и быстро сумели добиться удаления у «Сарова», которое реализовали всего за 13 секунд. После чего курганцы еще дважды оказывались в большинстве, но забить больше не смогли. ХК «Саров» начал проявлять себя в зоне «Зауралье» ближе к перерыву, когда сами получили численные преимущества, однако курганская оборона выдержала. Во второй 20-минутке произошла обратная ситуация. ХК «Саров» задавал тон игре. В середине встречи с «Саровчане» сравняли счет, организовав контровыпад. Артур Гендулин замкнул передачу от Павла Новожилова. Третий игровой отрезок хоккеистов «Зауралье» начали с гола при игре в 5 на 4, после которого начали методично дожимать соперника. Итоговый счет встречи 4-1. Еще в начале хоккейного сезона в ИХЛ я узнал, что, оказывается, в тренерском штабе есть человек, который, ну, более углубленно занимается тренировкой вратарей команды. Естественно, не мог упустить возможности с ним познакомиться и пообщаться. И вот что из этого получилось. Меня зовут Кирилл. Михаил. Михаил, как фамилия? Шукаев. Шукаев. Михаил, как правильно звучит должность, в которой ты работаешь? Можно на «ты»? Конечно, можно. Должность моя звучит как тренер, помощник главного тренера команды. Михаил, пойдем на площадку, ну, а вы пойдемте с нами. Тебе не страшно выходить на лед без защиты? Все-таки шайбы летают, шайбы – это такая вещь, по себе помню, это очень страшно. В свою карьеру я столько у этой шайбы наловился, и попадал она во всякие места, и уже как бы не страшно совсем уже. В какие места попадала шайба? В горло, и в шею, и по рюмаму. Там же и щитки же. Ну, щитки же не всегда защищают. Вратарь двигается, защита съезжает, шайба прилетает с непонятным отскоком, с рикошетов. Как объяснил Михаил, именно сейчас есть 15 минут для того, чтобы потренировались именно вратари. Пока игроки основной команды не вышли на поле, не начали раскатываться, разбрасываться и так далее. Вот именно сейчас будут тренироваться только вратари. Посмотрим, как это происходит. Бросок с этой позиции. В дальний угол, вверхом, в девятку. Андрюх, отбиваешь блином. Триобразный шаг. Отбиваешь блином. Триобразный шаг. В дальний угол, под ловушку. Ловишь ловушку. Все то же самое. По три шайбы бросаем каждому вратарю. Ну вот, вратарская тренировка. Сейчас идет 15 минут. Сколько примерно шайб в среднем отбивает вратарь? Стоя в воротах. Ну вот конкретно на этом упражнении тут легко посчитать. Получается 9 бросков. Три уровня высоты бросков. Поэтому получается 27 бросков у него. Это не такая большая работа. Тут в основном идет нагрузка за счет того, что вратарь делает движение ногами. Как раз за счет этого идет нагрузка на его физическое. Кому сложнее во время игры? Вратарю или хоккеистам? Я никогда не играл в хоккеистам. Не знаю, насколько им сложно. Но могу представить, что бегать там довольно-таки большой период времени очень сложно. Еще в воротах тоже своя нагрузка идет. Она такая больше статическая, но все равно есть движение. Больше все-таки психологическая нагрузка на вратаря ложится. Начнем с этого. Нападающие должны свою функцию выполнить с чужих ворот. Вратарь должен свою функцию выполнить здесь. На вратаря просто ложится больше ответственность, так сказать. Потому что каждая ошибка вратаря приводит практически гол. Не знаете, чем заняться в выходные? Тогда отправляйтесь на трибуны спортивных сооружений Ледового дворца или просто спортивной площадки города. Любители футбола ждут на Икаре в субботу в 14 часов. Там пройдет матч-чемпионат Нижегородской области по футболу среди команд высшей лиги между ФК Саров и ФК Волнайска Вернино. В воскресенье, 21 октября, в спортивном зале стадиона Икар продолжатся игры на Кубок города по волейболу. Встречи между командами начинаются в 9 утра. В субботу в Ледовом дворце в 17 часов начнется матч между ХК Саров и командой из Пекина КРС ОРЖ. Будет интересно, приходите и поддержите наших ребят. Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей, первым узнавать самую актуальную информацию или быть героем наших сюжетов и программ, подписывайтесь на наш канал на Ютубе и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Одноклассники. Всем побед! Пока!